Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вот что мы расскажем сегодня. Теперь он будет гореть постоянно. Сегодня вечный огонь мемориала Журавли поселка Медногорский подключили к сетевому природному газу. Сотрудники ГИБДД Прикубанского района организовали профилактическую акцию с участием детей, что из шкатулки желаний вытаскивали автоводители. На языке родном я нашу родину воспел. В Черкесске прошел традиционный конкурс чтецов в памяти народного поэта Карачева-Черкесии Кирима Мкце. Как отметили православные верующие, самый главный христианский праздник Пасху, о богослужении в храме и значении праздника наш репортаж. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совместное заседание Антитеррористической комиссии Республики и Координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. В совещании приняли участие руководители региональных ФСБ, МЧС, правоохранительных надзорных органов. Минутой молчания почтили память полицейских, погибших в результате вооруженных нападений в Карачаевске. Глава Республики заслушал информацию о принимаемых мерах, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан в праздничные дни. По итогам совещания принят ряд дополнительных мер. Во всем мире счет вечных огней идет на сотни, а в России их более четырех тысяч. Неугасимый огонь возгорался в честь простого солдата, сына, отца, брата, земляка, однополчанина. 690 жителей Урупского района отдали свои жизни в борьбе за победу в Великой Отечественной войне. И в их честь на мемориале Журавли поселка Медногорский был установлен вечный огонь, который зажигался только ко Дню Победы. С сегодняшнего дня он будет гореть беспрерывно. Почему? Узнавала Фатима Даурова. 79-ю годовщину со Дня Победы мемориал Журавли в Медногорском встретит в постоянно пылающем пламени вечного огня. До сегодняшнего дня он горел только в праздничные дни, будучи оснащенным временным баллонным газоснабжением. С мая 2022 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о бесплатном подключении мемориальных комплексов во всей нашей стране. Для чего это сделано, объяснять не нужно. Это сделано для, в первую очередь, нашего подрастающего поколения, чтобы память о той великой победе и о тех жертвах, которые принёс весь наш народ на алтарь этой победы, чтобы память была жива, вечна. Перевод на сетевой природный газ прошёл в торжественной обстановке. Одновременно в 11 регионах России в режиме видеоконференц-связи на мемориальных комплексах разных городов и посёлков страны запылали 22 новых вечных огня. Мемориал Журавли относится к объектам культурного наследия, поэтому установка газогорелочного оборудования прошла в режиме бережной газификации. Команду на зажжение пламени в Карачаево-Черкесии дал генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Черкесск» Олег Дергачёв. Докладываю. Мемориал испытан. Объект готов к подключению газа. И буквально через несколько минут алое пламя вечного огня метнулось вверх, к небу. Это историческое событие, которое происходит на нахрек с вами глазах. После троекратного воинского салюта по внутреннему зову к символу, знаменующему собой память народа о павших героях, стали подходить местные жители и гости мероприятия с красными гвоздиками и букетами цветов. Сегодня очень знаково. Под великолепную песню журавли над нашим памятником кружила эта птица. Медленно, величаво и красиво. Так что День Победы – это не достижение, это выстраданная, величайшая победа. С сегодняшнего дня живое пламя огня Победы будет вечно гореть и никогда не затухнет. Оно будет согревать сердца и души людей, одновременно напоминая о великом подвиге советского народа и о тех событиях, через которые прошли наши предки во имя мирного неба над головами. Фатима Даурова, Ренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня на призывном пункте Республиканского военного комиссариата несколько жителей Карачаева-Черкесии подписали контракт на военную службу. Пришедшим рассказали о преимуществах и льготах, которые предоставляются контрактникам. Каждый из молодых людей прекрасно понимает всю ответственность и важность сделанного выбора. В первую очередь это стабильность, это интерес, это долг Родине, чувство патриотизма и очень много-много других факторов. В целом очень сильно нравится служба в вооруженных силах, в частности в 91-й бригаде личных катеров, к коей военнослужащей я являюсь. Соответственно, хотел бы граждан призывного возраста пригласить на службу к нам. У нас очень интересно. В первую очередь у нас стабильно все. Гражданин, который изъявил желание, может обратиться в военный комиссариатство, по месту жительства или же к нам напрямую в пункт отбора, который располагается по адресу улица Комсомольская, дом 31. Или же он может оставить заявку на сайте госуслуг, единый портал государственных услуг. Соответственно, его заявка к нам в автоматическом режиме доходит. Мы звоним человеку, объясняем все основные вопросы, которые у него возникают, куда обратиться, какой список документов основной собрать. Естественно, после этого, если надумал, ему все подходит, он по возрасту проходит, приходит к нам и уже начинает сбор документов. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Крачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6, в северных и центральных районах местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов мороза, в горах минус 3 плюс 2, а днем 13-18 выше нуля и местами до плюс 8. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ночью и утром туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 15-17 градусов тепла. Злоумышленники удаленно блокируют телефоны, чтобы вымогать денежные средства владельцев смартфонов. Полицейские проводят проверку, направленную на установление причастных к совершению мошеннических действий. МВД по Крачево-Черкесии обращается к гражданам не переходить по сомнительным ссылкам. Если ваш телефон забрлокировали и вас склоняют к проведению операций с принадлежащими вам денежными средствами, необходимо сообщить о попытке мошенничества в полицию. Шкатулка желаний ПДД. Сотрудники госавтоинспекции Прикубанского района организовали профилактическую акцию безопасного движения. С самого раннего утра школьники, воспитанники дома творчества с детского сада поселка Кавказский совместно с сотрудниками госавтоинспекции собрались на главной аллее районного центра. Инспектор объяснила юным участникам правила и раздала листовки с напоминаниями для водителей. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов, а школьники под строгим контролем инспектора проводили акцию шкатулка о желании ПДД. Водитель вытаскивал из коробки брелок с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения. Сотрудники надеются на то, что подобные акции смогут повлиять на автомобилистов и сделать дороги безопаснее для всех участников. На языке родном я нашу родину воспел. Народному поэту Карачаево-Черкесии Кериму Мхце 5 мая исполнилось бы 75 лет. Ежегодно к этой дате проводят конкурс чтецов. В этом году в нем приняли участие более 60 человек. Альбина Ламкова продолжит тему. Он действительно первый всенародно любимый поэт. А начинал он писать, уважаемые участники, уважаемые школьники в вашем возрасте. Будучи в пятом классе, его, по автобиографическим данным, его дядя привел его к очень авторитетному, титулованному абазинскому поэту Чкатуеву Микаэлю. И тот его похвалил и сподвиг на дальнейшую деятельность. Тогда Микаэль Чкатуев сказал, абазинам, наверное, не придется вырастить такого поэта, как Керим Мхце. Это действительно так. Он прожил недолгую жизнь, но оставил после себя поэзию потрясающей силы и высоты, отметила Хаджата Гирбова в своем выступлении. О поэзии Керима Мхце говорят по сей день от мала до велика. Он вызывает восхищение не только у профессиональных литераторов, но и у людей, не имеющих отношения к этой сфере. Родился Керим Леонидович в 1949 году в ауле Новокувинск Адыихабльского района. С самых ранних лет испытывал увлечение словом. Считается новатором абазинской поэзии. Впервые на конкурс чецов поэта Абазашты пригласили его сына Артура Мхце. Он, как и отец, поглощен поэзией. В его творческом багаже множество стихотворений, различной тематики и содержания. Мне теперь назад дороги нет. Прожитые горести тоже не прошу сочувствия в ответ. Дав понять, что жизнь чего-то стоит, что ошибки – это и есть судьба. Творческое состязание почитателей таланта поэта состоялся в 8-й школе Черкеска. В нем участвовали дети из всех школ города, обучающиеся двух возрастных категорий – 5-7 классы и 9-11. Я читаю стих Керима Мхце об Азине. Это очень замечательный поэт, который мне очень нравится. Я люблю читать его стихи. Из года в год стихи Керима Мхце вдохновляют детей и вызывают желание к участию в конкурсе. Школьники декларируют на двух языках – абадинском и русском. Оценивали авторский подход к исполнению стихотворения Керима Мхце профессиональной жюри. А почему же нужны такие мероприятия? Этот вопрос дал ответ заведующий кафедры Кабардино-Черкесского и абадинского языков и литературы Карачаева-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования Белял Хасароков. Во-первых, это популяризация абадинской литературы. Литература является частью культуры. Во-вторых, это способствует сохранению родного языка. А в-третьих, в данном конкретном случае речь идет о конкурсе стихотворения Керима Мхце, который является одним из лучших литераторов, одним из лучших поэтов в абадинской литературе. Альбина Ламкова, Артур Мхцерин, Атмука, Вести Карачаева-Черкесия. Православные верующие отметили самый главный христианский праздник – Пасху. Традиционно в ночь на воскресенье во всех храмах республики прошли праздничные богослужения. Главное состоялось в храме Николая Чудотворца Черкеска. Подробнее Ольга Савенко. 2000 лет назад произошло событие, которое стало центром библейской истории и навсегда изменило мир. Несмотря на плохую погоду, в эту пасхальную ночь сотни верующих приходят в храм Николая Чудотворца, чтобы услышать долгожданную благою весть. Христос воскресенье! Христос воскресенье! Шествие церкви на свече воскресенье спасителю – особенность пасхальных богослужений. Это не просто молитвенное шествие, говорят священники, а путь к свету, который Спаситель указал людям, блуждающим во тьме. Всегда добро побеждает зло. И Христос своим воскресеньем, Его душа сходит в ад, Он выводит оттуда праведников, и двери рая для каждого человека открывает, омывая своей кровью грехи всего человечества. Он воскресает из мертвых. Поэтому это праздник победы Христа над дьяволом, добра над злом. Задолго до начала службы в храме яблоку негде упасть. Прихожане с нетерпением ожидали начала главного богослужения года. Сегодня такой православный праздник, я не мог остаться дома, поэтому душа меня сама идет сюда, поэтому я здесь. На священное таинство в храм Анна Дзираева приходит с самого детства, семейная традиция. Теперь вместе с ней на пасхальную службу приходит и дочь. И не только для того, чтобы осветить куличи и пасхальные яйца. Мне кажется, в этот вечер приходят и в эту ночь приходят даже те, кто редко бывает в общем-то в храме. И это такое единение людей, единение христиан. Люди стоят, горят свечи. И вот колокольный звон, мне кажется, это такое волшебство. А что вы испытываете в этот день? Радость. Это же большой такой праздник. Свет такой. Священнослужители с утра сменили траурные облачения на белые. Но главный цвет праздника – красный с золотом. Богослужения на Пасху и в продолжение Святой Седмицы совершаются при открытых царских вратах. Во знаменование того, что воскресением Господа открыто всем Царствие Божие. Евангелие читается на нескольких языках, как символ заповеди Спасителя – нести Слово Божие в мир. Служба долгая, длится несколько часов, но для верующих пролетает, как одно мудовение. Меня просто переполняет счастье, буря эмоций. Это такой прекрасный праздник, момент. И даже когда ты приходишь в храм, и тебе все Христос воскресе, и ты отвечаешь воисе воскресе, на душе бабочки летают, хочется радоваться, ходить, улыбаться, каждому подарить эту радость. Я хочу пожелать, чтобы каждый человек почувствовал эту победу в своей собственной жизни. Победу над грехом, победу над собственной неправдой. Чтобы эта радость не выражалась только лишь в куличах и в крашеных яйцах, а действительно в ликовании души, в ликовании сердца. Ольга Савенко, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Истребители. Битва за Крым». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Истребители. Битва за Крым»